Магазины косметики и бытовой химии изобилуют массы средств, предназначенных для домашней уборки. Все они по-своему хороши, продаются по доступной цене, но при этом, как правило, небезопасны. Есть выход, в уборке дома поможет проверенное природное средство, обыкновенная поваренная соль. Никакого вреда и смешная цена. Соль – великолепный помощник, который позволит вашей квартире сиять. Натрий подойдет для уборки плитки из кафеля, линолеума, ламината, поверхностей, окрашенных водостойкой краской. Соль – практически универсальное средство. Какими свойствами она славится? Соль отлично подходит для мытья пола. Растворы натрия справляются с разного рода загрязнениями, удаляют маленькие пятнышки и застарелые пятна. Если обработать поверхности солевым раствором, пыль будет липнуть к ним куда меньше, не так, как обычно. Чтобы одолеть въедливые пятна, понадобится насыщенный раствор натрия и воды. Чем больше соли, тем лучше. Жидкость должна чуть ли не разъедать кожу рук. Воспользуйтесь перчатками. В идеале добавить к крутому гипертоническому раствору соду. На одну ложку соли достаточно половины соды. Сода прекрасно справляется с загрязнениями кухонных поверхностей. Перед таким раствором не устоит ни одно пятно. Не забывайте о мерах предосторожности, крепких перчатках. В противном случае придется прочувствовать все трещинки и царапинки на руках, о которых вы могли даже не догадываться. Что нельзя обрабатывать натрием. Мрамор, гранит, а также ламинированные поверхности боятся. Разведите соль в горячей воде. Натрий должен раствориться целиком, чтобы в ходе уборки не оставлять после себя разводов. Соль является отличным дезинфектором. С ее помощью можно эффективно уничтожить скрытые источники микробов и инфекций. Натрий – незаменимый помощник в семье, где есть маленькие и не только дети. Таким средством для уборки можно не переживать об аллергии или других нежелательных побочных реакциях организма. Если в вашей семье кто-то подхватил простуду, ОРВИ, ОРЗ или грипп, уничтожить скрытую заразу поможет мыть ее пола солевым раствором. Мало того, что ваши поверхности будут сиять, очистится воздух в комнате. Больным и здоровым будет намного проще дышать. Накануне уборки откройте окна нараспашку. Важно устроить в доме сквозняк. Движущийся воздух – это еще одно хорошее средство от микробов и инфекций. По словам докторов, в прохладном чистом воздухе инфекция долго не живет. Поэтому проветривайте почаще. Хотя бы 2-3 раза в день, по 5-10 минут. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!